Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и сегодняшнее видео будет, как мне кажется, немножко философским, немножко душевным и таким открытым. Сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, вот что вообще возможно произойдет с танками в ближайшее время, какие-то свои предположения, что-то вы напишите в комментарии. Вот, и вообще вот порассуждаем на такую тему. Мне кажется, очень много игроков интересуется этим, расспрашивает, думает, а вот стоит ли покупать, что будет с этим танком. То есть, ну, как бы и у вас такие мысли бывали. Вот, и знаете, как по мне, я вот смотрю, есть, конечно, очень большие ребята у нас. Это Паша, МВД-21, Костик, Джов, Юра, по-моему, Юш про танки, Юра его, по-моему, зовут, если я не ошибаюсь. То есть, эти ребята очень большие, они добились очень больших успехов, как бы я их всех очень сильно уважаю, кого-то больше, кого-то меньше, но все равно, как бы я ко всем, к ним отношусь практически с одинаковой долей, если можно так сказать. Вот, и знаете, эти ребята, они очень сильно подвязаны на танки, то есть, от этого зависит не только, да, там их канал, а это и финансы, то есть, все ютуберы, конечно же, получают деньги, кто-то меньше, кто-то мало, кто-то вообще не получает. Тут, как бы, каждому свое. Вот, и я начинаю замечать то, что картошка немного-немного начинает отклоняться от того курса, которого она придерживалась ранее. Вот, я ведь игрок давнишний, я в эту игру играю с 2011 года, то есть, уже практически 7 лет, и, ну, повидал всякое, то есть, я практически у истоков игры стою. Это очень, как бы, 7 лет, это очень много сейчас таких игроков старых, довольно-таки редко в нашей игре встретишь. И, знаете, для молодых игроков, которые играют 3, там, года, я считаю, таких молодых 2, как бы, то, что для них сейчас нормально, для нас это, конечно, считалось раньше немножко удивительное, то, что вполне, ну, как такое может произойти, да? Та же голда, допустим, раньше была платная, потом серебро. То есть, все меняется, все, я никогда не думал, что у меня такое количество техники будет, там, премов, не премов, без разницы. То есть, все было так сложно, но и в то время было прикольно и лампово, то есть, действительно, танки были таким местом, куда ты приходишь и отдыхаешь. У тебя никогда, ну, как так сказать, не бомбило, у тебя никогда пукань не разрывался, вот, что-то ламповое было, сейчас немножко похуже стало, все огрызаются, все пытаются как-то в чате плохо тебе высказаться. То есть, что бы ты ни сделал, мало встретишь добрых игроков. Вообще, игра сам по себе испортилась, ну, немного, как мне кажется. Начинает немного отклоняться от курса, раньше ведь, какой курс у танков был за историчность, то есть, все исторические танки сейчас вводят танки довольно-таки современные, да? Есть те танки, которые практически вообще, ну, в истории не считаются, они там только на чертежах. Вот. И я просто не хочу, чтобы картошка со временем ушла, вот, как и в другие большинство игр, то, что там на гибзо бабло. Хотя вот начинает немножко такое проявляться, потому что такие премы имбучие выходят, что, ну, честно, тот же защитник, да, Скорб, Е25, просто потрясающий Суамо Айсэм. Вот. И вот это немножко, да, меня не радует, но, с другой стороны, владельцы, конечно, обрадуются этому. Также, знаете, что, чем бы я хотел похвалить вот эту компанию Wargaming и картошку сам по себе? То, что действительно это одна из тех игр, которая очень сильно прислушивается к мнению игроков. Но здесь же опять большая заслуга вододелов. Вы хотя бы раз слышали, чтобы Гейб, если кто не знает, это создатель Стима, один из владелец Стима, и создатель Counter-Strike Global Offensive, то есть CSGO. Вы хотя бы раз слышали, чтобы к нему приехали какие-то блогеры и они там что-то обсуждали? Да нет, а здесь постоянно какие-то там топаж, джофф, они все объединяются, едут, рассуждают. Такое танковое комьюнити, мне кажется, оно не похоже ни на какое другое, вот лично мое такое мнение. Это большой плюс картошке. Также я вот стал наблюдать то, что потихоньку онлайн падает. Вот, опять-таки, инфа слышали? Появилось то, что запускать каких-то ботов там на латиноамериканском сервере, то есть людей мало. Мне кажется, самая главная такая задача у разработчиков состоит в том, что как-то привлечь игроков. Мне кажется, да, марафону все это интересно, но нужна какая-то изюминка. Нужно, опять-таки, очень сильно задумываться, почему уходят давнишние игроки из-за этой игры. Есть, конечно, какая-то часть, которым надоело, есть какая-то часть, у которых там работа, семья, у них просто времени не хватает. Либо же просто они как-то забили на это, то есть по-разному бывает. Но у меня есть подруги, которые помогают мне как-то немного с развитием, наверное, и вам они когда-то писали. Вот, и они мне иногда рассказывают, что им очень часто игроки отвечают, я уже не играю в это. Ну, бывает, там, матерное слово вставляют, либо же еще как-то обзовут. То есть, понимаете, их что-то раздражает в этой игре. И мне кажется, разработчикам нужно еще и на это вниманием ратить. Честно. У них, как по мне, самая главная цель, я уже сказал, нужно привлечь игроков и не отпускать тех, которые есть. Конечно, какая-то часть, естественно, уйдет, так и будет. Но нужно привлекать новых. Это реклама. Ну, как бы компания большая, им нечего, ну, как по мне кажется. Они не будут прислушиваться ко мне, они не увидят это видео. Ну, это лично мое мнение, такого рядового зрителя, рядового поклонника этой игры. Лично мое такое субъективное мнение. Также я хотел бы очень похвалить эту компанию за то, что у танков есть действительно, ну, какой мировой рекорд по количеству игроков онлайна. Ну, то есть, одновременно, там, за миллион. То есть, Golden Joystick также. Сами по себе танки очень популярная игра не только в СНГ, но и по Европе, в принципе, ее слышали. Это, конечно, не такая популярная, как Contra, но, блин, знаете, сейчас, как бы, танки со своим онлайном в 400-500-600, это довольно-таки нормально. В CS я бывает редко, захожу, там не набирается столько. Тем более, сейчас в CS GO очень сильные изменения потерпела немного, и поэтому игроки уходят оттуда. Вот, честно, танки это такая вот игра, как по мне, которая не похожа ни на какую-нибудь другую. Это та же самая вот Contra, здесь, как бы, такие же команды, только на танках, без оружия, да, такая же карта, как бы, и вот все это интересно. Поэтому многим и Contra нравится, и также танки. Вот, как по мне, кажется, танки лет 5 еще действительно будут очень выдающиеся. То есть, будет у них все получаться, компания будет расти, игроки, и все. Что будет через 5 лет, честно, не знаю. Также мне что вот нравится, то, что вот, допустим, да, как в CS 1.6, почему мы в нее забросили играть, там, допустим, другие игры, Stalker тот же. Потому что выпустили готовую игру, и все, игроки в нее играют, та же Contra. Но она поднаедает, понимаете, одно и то же, одно и то же. А здесь нет, здесь выходит постоянное обновление, добавляется карта, добавляется техника. То есть, все интересно, все это режимы. Это все очень интересно, это большой плюс этой игры. Если бы ее выпустили бы и оставили в ее первоначальном виде, я бы уверен, что она бы сейчас даже не существовала, честно. Как по мне, кажется, картошка еще продержится очень хорошее время, лет 5 уж точно. Что дальше будет, честно, боюсь прогнозировать, но мне кажется, то, что эта кампания не упадет. Игроков играет в эту игру слишком много, можно так сказать, да, по меркам России. Это, может, одна из самых, если не самая популярная игра. Вот. Но я сейчас замечать стал то, что очень мало новых игроков, которых регистрируются, пытаются что-то выкачать. То есть мало, вот как-то не очень большой процент идет, мне кажется, в игру. Что с игрой будет, я уже сказал. Ну, в принципе, мне кажется, она будет еще неплохо так идти. Она стабильная игра, вот это мне в ней нравится. Как бы много кто не хейтил ее, разработчиков, но они так прислушаются к нашему мнению. Вот серьезно, да, у них и своя точка зрения. Это не значит, что если вы сказали, что нужно арту убирать, как я считаю, уже давным-давно, года 3. Но ее не убирает. Это не значит, что, а, они никого не слушают. Нет. Они как-то работают над этим процессом. Это очень круто. И вообще, как бы, компания Wargaming очень хорошая компания. Я смотрел обзор. Там чувак ходил, снимал помещение, как бы все классно. Вот. И вот такое лично мое мнение, ребят. Наша игра хорошая. Нужно поблагодарить разработчиков, серба или кто-то там, Сергей Кислый, я не знаю, кто там отвечает за все это. То есть, у нас все классно. Вроде бы, казалось, должно видео там про какое-то будущее говорить. Но я затронул эту тему, рассказал, что-то какое-то свое мнение высказал. Все прикольно будет. Самое главное, чтобы игра не скатилась, как в Китае, продажи десятых премиумных танков, там, еще всего остального. Но будем надеяться, что такого не будет. То есть, разработчикам нужно действительно немного попотеть и что-то придумать такое приятное, чтобы игроков затягивало играть в эти танки. Также очень большой плюс, это то, что игра бесплатная. Да, в нее приходится деньги вложить, если ты хочешь нагибать. Безусловно, да, это прем нужно, чтобы десятку выкачать. Но она бесплатная для скачивания. Допустим, хочешь на арте играть, да блин, выкачал, ты играй на ней. Минуса не будешь уходить там большие. Вот, это игра бесплатная, в то время как контраст стоит деньги, да 500 там сколько рублей. Вот такое личное мое мнение. Поэтому, ребят, мне очень интересно услышать вашу точку зрения на это. Какие танки будут, что с ними произойдет. Действительно адекватно, не те, которые пишут там, а, танки дерьмо там и все остальное. Мне же вот сложно такое читать и неприятно. Вот хочу услышать конструктивное вот мнение, что с ним может произойти, как это будет. Мне интересно почитать на такую тему с вами пообщаться. Большое спасибо, ребят, за просмотр. Если вам понравилось такое видео или больше таких видео делать, ставьте лайк, пишите комментарии. Там, не знаю, с хэштегом делай еще, допустим, да. Или какой бы хэштег вам придумать. Душевное видео, допустим, да. Еще там душевное видео про танки, душевное видео про премы. Как бы, ну, такое. Если вам понравилось, можно еще будет сделать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мою группу и на канал. Также большое спасибо, ребят, за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.